Девчонки, всем привет! Сегодня я с вами поделюсь находками декоративной косметики, которая не хуже люкса, которой я пользуюсь уже давно, но при этом она стоит очень бюджетно. Наверное, логичнее всего начать с базы под макияж. Я вообще базы под макияж не очень люблю, потому что они в основном все на силиконе. А силикон, я особенно летом, я его настолько чувствую, ощущаю на коже, что мне кажется, прям поры забиваются, мне жарко, мне хочется ее смыть. Но на iHerb я нашла вот такую базу корейскую от Etude House, Glau On называется. Это увлажняющая база и она просто как водичка. Когда мы ее наносим, вот у нее есть такие специальные частички, я искала что-то наподобие герлен метеоритов базы. Мне нужна была именно та, которая придает сияние, уставшей коже. Так вот, я ее нашла, я обязательно буду заказывать вторую баночку, как только она у меня закончится. Мне очень нравится ощущение после нее. Сегодня она тоже на мне, но я ее вообще не ощущаю. Вот когда ее наносишь, как будто умываешься водичкой. То есть настолько она приятная, настолько она комфортная, и ее вообще не чувствуешь на коже, ее не хочется смыть быстрее, нет чувства забитых пор. Она, я не скажу, что она совершенно не липкая. У нее есть немного липкости, но за счет этого тональный крем очень хорошо держится на коже. Поэтому вот советую вам обязательно попробовать, если вы, как и я, не любительница профессиональных баз. Причем действительно макияж она сохраняет на время дольше, чем просто, например, нанести тональный крем. Из бюджетных штучек для лица, то, что я использую в макияже именно, это вот такая тоже штука от iHerb, от Skin Food. Это консилер для темных кругов. У меня темные круги, я вам уже об этом рассказывала, то, что они у меня не по причине недосыпа, либо там, я не знаю, стресса и так далее. А по причине того, что у меня очень тонкая здесь кожа, и этому поможет только гиалуронка. Гиалуронку можно колоть после того, как закончишь грудное вскармливание. То есть нельзя во время беременности, во время грудного вскармливания ее колоть. Поэтому ждем, а пока что спасаемся вот приблизительно такими средствами. Skin Food. Девчонки, мне писали, то, что некоторым подсушивают кожу. На мне он смотрится очень влажно и очень жирненько. Вот в этой области он достаточно плотный. Он действительно шикарно маскирует темные круги под глазами. Если поверх нанести еще какой-то консилер, либо тональный крем, настолько он сливается с тоном кожи, настолько вот выравнивает эту область немножечко. Так как у меня впадинки, да, здесь вот помимо того, что темные круги, так еще и впадинки, да. И вот эту область он очень хорошо для фотографий выравнивает. Я даже в повседневной жизни его наношу. Мне нравится. Мою кожу абсолютно не сушит, поэтому тоже могу советовать. Но вот как я сказала, отзывы есть разные. Далее я, наверное, покажу бестселлер Ютуба, потому что, ну, его на любом Ютубе уже показывали. Вот такой консилер от Maybelline. Он у нас сейчас продается и в Молдове. Можно его спокойно найти. Этот я покупала в Румынии. У меня здесь нейтральный цвет, который тоже подходит именно под тональный крем. То есть я сначала наношу его, потому что он достаточно белесый. Он, по-моему, даже как-то по-другому написан. Да. Brightener написано, да. То есть высветляет вот эту вот область. И обязательно его наносить именно под другой консилер, либо под, ну, это если для фотосессий каких-то. А если на каждый день нанес его, потом сверху тональным немножечко прошелся, чтобы сравнять тон кожи. И вот тогда шикарно. Вот этот вот подсушивает кожу. Вот этот очень плотный. Он даже плотнее, чем тот. Но выглядит он суше, чем, например, предыдущий, который я вам сказала. Так что, да, многие говорят, что он совсем такой, как замазка. Но, в принципе, неплохо, да. Для его стоимости он работает хорошо. Следующее это контурирование. Я давно искала хороший контур. Я искала такой, чтобы именно выглядел как тен. Не как бронзер, да. А именно вот как средство для контурирования. И моя любимая Гуар на Инстаграм показывала, да, и на Ютубе, по-моему, тоже. Она показывала вот такую ее любимую палетку трехшаговую от NYX. Именно цвет Fair, да, самую светлую. Здесь три оттенка. Здесь есть хайлайтер. Он сегодня на мне, но он такой достаточно праздничный, либо вечерний днем. Это очень крупные блестки. Вот это для контурирования две пудры. То есть, одна светлая, другая темная. Вот эту можно наносить, делать при помощи нее и бейкинг, и можно просто, например, равнять края вот этого контура. Но, конечно, я ее покупала из-за самого вот этого цвета контура. Он шикарный. Вот лучше просто я не встречала, кроме... У меня был... Какой же у меня был? Мне нравился. Бенефит, по-моему. Ну, Бенефит, он гораздо более рыжий, я вам скажу. Да, ну, в принципе, вот если выбирать из всех тех, которые у меня были до этого момента, то я вам скажу, что вот это самое лучшее решение. И по стоимости, и по вот этому оттенку он у меня уже начинает стираться. Как только закончится, я обязательно вернусь именно к этой палетке. Даже не буду что-то другое искать, потому что он шикарный. И также среди румян на протяжении многих лет я все выбираю вот такой Body Shop оттенок румян. Какой он у меня? 0.1 All-in-One Chic Color. Вот, макарон называется. Нежный, приятный, без блесток. Он такой полусатиновый, очень медленно расходуется. Хорошо держится, но при жаре он, конечно, может к концу дня просто испариться с лица, да. Но вот весной, зимой, летом мой любимый оттенок, он такой кораллово-персиково-розовый. Именно тот, который придает свежесть лицу, но при этом он не сильно выделяется. Он не смотрится каким-то супер-розовым, либо супер-персиковым. Поэтому я вам советую данные румяна, обязательно себе закажу вторую баночку, потому что у этих уже подходит срок годности к концу, у них 3 года после открытия. Но я очень-очень их люблю. Теперь про брови. У меня два любимчика на данный момент. Если у меня есть время заморочиться и достать кисть, набрать на нее и хорошо вот так вот распределить тени, если вы любите тени, опять же, то все-таки для меня это такой небыстрый вариант, да, когда надо кисть набрать, перенести, растушевать и так далее. Но оттенки хорошие. Это Диваж. Это Диваж оттенок номер 2, тон 2 написано, да. Хорошие, не пылят, не скатываются как-то. Два красивых оттенка, безрожженные, то есть один темно-холодно-коричневый, второй черный. Я часто их смешиваю, получаю вот такой оттенок, который прям нужен моим бровям. Но если мне некогда заниматься вот этими всеми танцами с бубном, то я использую карандаш. Чаще всего я это делаю. Это Vivienne Sabo. У меня, видите, остался очень маленький уже огрызочек. 001 оттенок, очень хороший цвет. Он у меня сейчас на бровях очень быстро нанес и пошел по делам. Мне хватило его на полгода, вот этого карандашика. Я, конечно, не каждый день им пользуюсь, но в любом случае у него расход достаточно экономичный. То есть месяца на три, если при ежедневном использовании, его точно хватит. Красивый, холодный оттенок, быстро распределяется, быстро тушуется. Очень нравится, советую. И для глаз, опять же, по совету Гуары, я взяла вот такую ардеко подводку. У меня есть от Inglot. Мне нравится то, что она полуматовая. То есть она не сильно матовая, не сильно глянцевая. Вот это она больше в глянец, хотя она не прям, снова же она не прям блестит. Сегодня она тоже на мне. Что мне нравится в ней? Это вот эта вот кисть ее, которая, ну которая из-за просто за мгновение можно нанести подводку. Поэтому, опять же, это удобство того, что не надо брать другие кисти, потом их мыть. И, в общем, каждый раз вот она не засыхает, да, она отличная. И такой вам лайфхак скажу, то, что после того, как заканчивается подводка, я не выбрасываю вот этот вот флакончик. Я ею наношу обычную, вот, например, гелевую подводку. Я наношу при помощи этой, потому что она не засыхает, потому что ее не надо, как обычную, да, которая на воздухе находится, да, то есть мы так обычно, да, держим кисти. Вот, ее не надо постоянно мыть, и она никогда не засыхает. И это, опять же, очень-очень быстро. Поэтому вот тоже возьмите на заметку, не надо даже покупать другую какую-то кисть, если у вас есть еще одна гелевая подводка. По стойкости хорошая, не выдержит всю ночь, если прям там танцы какие-нибудь, да, либо когда плачешь, она тоже не выдержит этого всего. Но на каждый день замечательная. Ну и остались у меня здесь только средства для губ. А средств для губ у меня пять. Первое это Vivienne Sabo. Два оттенка. Первый 101, второй 102. Они очень похожи между собой, но на губах они по-разному выглядят. Один выглядит более холодным, вот этот вот 101, более в розовый оттенок. А 102 он более в персиковый. И один и другой карандаш, очень бюджетный, плюс я их покупала по скидке. И мне нравится, как они держатся на губах. Действительно, если я куда-то иду, я их наношу. Нанесла один раз, потом припудрила, подождала немножечко, второй раз нанесла. Вот так целый день будет держаться, если я даже пью чай, ем, разговариваю. Вот, так что тоже могу советовать, очень бюджетно. И еще один карандаш, это больше для меня помада, а не карандаш. Когда видео с этим карандашом, меня всегда спрашивают, что это у тебя на губах. Вот, это мой любимый карандаш от NYX. В Молдове он стоит не бюджетно, сразу вам скажу, он стоит 250, по-моему, плюс-минус лей. То есть, как такая нормальная уже помада, да, можно Ardeco, к примеру, купить за эти деньги. Но карандаш шикарный, он водостойкий, он очень мягкий, он гораздо более мягкий, чем Vivienne Sabo, к примеру. У него цвет нейтрально-бежевый, при этом он не выбеливает губы так, как было раньше, когда-то модно. Он такой вот, ну прям вот натуральный, классный карандаш. Если вы подобное что-то ищете, советую, не пожалеете 100%. Единственное, то, что он быстро расходуется за счет того, что он прям вот мягкий, как помада. Но на губах, как прибитый, держится с утра до вечера без всяких, опять же, что надо припудривать, еще раз наносить и так далее. Вот нанесла просто на губы, и все. У меня оттенок нюд, он так и называется, нюд шуз, вот, 14. Одна помада матовая, тоже Divash. Я вам говорила, что мне очень понравилось, я даже была в магазине и смотрела другие оттенки, но, к сожалению, другие, они более яркие такие, либо какие-то, ну, в общем, мне не подходят, либо слишком коричневые. А вот этот тоже хороший оттенок на каждый день, 0.3 у него цвет. И это вельветовая матовая помада, но она не прям матовая, матовая, как, например, мак у меня сегодня на губах, Вельвет Тедди, да, а вот этот вельвет, он немножечко другой. Она прям так бархатно смотрится на лице, при этом она выглядит больше как тинт, если нанести в один слой, да. Если нанести в несколько, то дает более живой такой насыщенный оттенок, но мне нравится именно в один слой, она не скатывается, опять же, очень хорошо держится, она не забивается в складочки на губах, то есть она не сушит практически губы, нет вот этого стянутого ощущения, да, классная. За такие деньги очень советую, но вот единственный цвет, если себе подберете, вот этот точно подойдет всем, и блондинкам, и брюнеткам. И последнее тоже от Диважи, это тоже я это все вот покупала за свои деньги, то есть это не реклама, хотя они мне в свое время когда-то присылали, вот просто мне настолько понравилась их продукция в соотношении цена-качество, то, что я пошла и купила себе еще. Винил Глосс, такой блеск для губ, опять же, на каждый день, очень похоже, знаете, на какие блески, они тоже бюджетные, но этот в два раза еще меньше стоит. На Ордеко мои любимые, да, те, которые вот прям, ой, у меня их нет, надо пойти вот купить, кстати, я про них вспомнила. А вот этот, он тоже дает насыщающий такой вот эффект, эффект немножечко увеличения губ, красивый, приятный оттенок, и пахнет какао, какао-шоколадом, не совсем натуральным. Вот такие у меня были бюджетные находки, я надеюсь, что-то вы взяли себе на заметку, потому что это действительно вот та косметика, не просто которую я купила, чтобы вам показать видео с громким названием бюджетные находки, а это то, чем я пользуюсь действительно каждый раз, когда я наношу макияж. На этом все, увидимся в новых видео, пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok